АВИА КАТАСТРОФЫ В ночь с 3 на 4 июля 2001 года при выполнении захода на посадку в аэропорту Иркутска потерпел катастрофу Ту-154М авиакомпании Владивосток Авиа. Все находившиеся на борту 145 человек погибли. Реконструкция событий Летняя июльская ночь. Самолет выполняет рейс по маршруту Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. В командирском кресле 51-летний Валентин Гончарук. За его плечами свыше 13 тысяч часов налета. И хоть только 1200 из них в роли командира Ту, все равно считается опытным летчиком. Рядом второй пилот Сергей Диденко, тоже опытный, несколько лет на Ту. За их спинами штурман Николай Сокрытин и бортинженер Юрий Степанов. Рядовой полет, обычный ночной заход на посадку. Землю видно, еще пара минут и покажутся огни подхода. Высота 2100. Аэропорт Иркутска проплывает слева от них. Осталось развернуться и зайти на посадку. Вот только скорость высоковата. 540 километров в час. Надо срочно ее гасить до 400. Экипаж начинает спешить. 845-й траверс полосы проходите. 11 километров боковое. Да, визуально наблюдаю. Принял. Полностью вываливай и гаси скорость. Гаси, гаси. 845-й, снижаюсь с 900. 845-й, понял. Гаси, гаси скорость. Гашу, гашу. Механизацию смотри. Чтобы затормозить, экипаж полностью выпускает вверх интерцепторы. Щитки на крыле. Высота 1000 метров. И желаемая скорость наконец достигнута. Командир дает команду на выпуск шасси и выполнение третьего разворота. Они должны повернуть налево. И затем на последнем, четвертом развороте еще раз налево. После этого полоса окажется прямо перед ними. Вот и вошли в облачность, Юра. Сколько осталось? 8 километров. Хорошо. Руль хорошо. Шасси выпустить. Выпускаю. 845-й, выполняйте третий, снижайтесь в 850 метров к четвертому. 845-й, снижаюсь к четвертому, 850. Экипаж вписывается в схему захода. Но команд на выполнение карт контрольных проверок после эшелона перехода и перед третьим разворотом не поступает. А самолет по-прежнему уменьшает скорость. Теперь он летит без снижения, горизонтально. И скорость падает гораздо быстрее. Это очень опасно. Так недалеко и до сваливания. Надо срочно выпускать закрылки. На маленькой скорости это придаст самолету подъемную силу. Но про них все забывают. Капитан добавляет газу, не хватает. Самолет с предельно допустимым креном в 30 градусов поворачивает налево. Командиру кажется, что крен велик, и он добавляет. Да не в ту сторону. На лайнере установлен западный авиагоризонт, и в стрессовой ситуации капитан не может правильно по нему сориентироваться. Своими действиями он лишь усугубляет крен, который теперь составляет 48 градусов. Второй пилот Сергей Диденко, не потерявший пространственную ориентировку, кричит «Стоп!». Стоп! Куда, куда? Стоп, стоп, стоп! Так, так, так. Выводим! Тише, тише, тише! Давайте право! За выяснением крена экипаж забывает про выпуск закрылков и скорость. А та по-прежнему падает. Нос самолета для поддержания высоты задран высоко. И тут работает сигнализация критического угла атаки. Тут бы опомниться и сунуть рукоятку закрылков на выпуск. Но нет, они испугали сирены и последовали древнему рефлексу пилота. Сунули штурвалы от себя. Самолет на остатках скорости переваливается в снижение и начинает разгоняться. 350, 370, 400. Действия эти по предупреждению сваливания правильные. Так они и описаны в руководстве полетной эксплуатации. Но самолет переведен в слишком крутое снижение. Скорость быстро возрастает до значений, которых пилоты никак не ожидают. Высота 700 метров, и самолет летит к земле. Остается аккуратно вывести его в горизонтальный полет и уйти на второй круг. Летные инструкции предупреждают. Вывод из таких положений должен производиться потихоньку, плавным взятием штурвала на себя. Иначе можно снова создать такой угол атаки, что самолет свалится повторно. И тут работает сигнализация о минимальной высоте. Земля близко. Экипаж хватается за штурвалы в четыре руки. Да так, что угол атаки увеличивается чуть ли не до 40 градусов. На дыбы. Трех секунд нахождения в таком положении лайнеру хватило, чтобы свалиться в штопор. Процесс приобретает скоротечный характер. Кратковременная оттача штурвала от себя и увеличение газа до взлетного не помогает. Машина падает с вертикальной скоростью 100 метров в секунду. Попытки экипажа выйти из штопора и прекратить снижение безрезультатны ввиду дефицита высоты. Режим! Компак! Режим! Взлетный режим, Господи! Взлетный! 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 Причиной катастрофы был назван человеческий фактор. Вопреки технологии работы, роли в экипаже не были четко распределены. На предпосадочной подготовке командир определил, что второй пилот будет сажать самолет. Сам же постоянно вмешивался в управление. В стрессовой ситуации капитан не смог правильно интерпретировать показания западного авиакоризонта, что привело к критическому крену самолета влево. Ни прочтение карт контрольных проверок, ни выпуск закрылков, отсутствие контроля скорости – все это в итоге и привело к катастрофе. Экипаж, не приученный упреждать, плелся в хвосте ситуации, допустил провал в технологии работы и в условиях внезапного стресса не справился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова